Новогодние праздники, каникулы, прогулки на свежем воздухе, это, конечно, все очень весело. Это все такое притягательное, манящее, но сейчас вот эту притягательность мы немножечко подсбавим. Расскажем, что бывает, если гулять и отмечать неправильно. Поговорим мы со специалистом, врачом-травматологом, ортопедом, врачом высшей квалификационной категории, заведующим травмпункта Владимир Ильющенко в нашей студии. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, есть прям какой-то топ травм, которые традиционно сопровождают все новогодние каникулы? Ну, естественно, ну, как топ травм, это не относится к какой-то из ряда вон выходящего, это стандартный. Подскользнулся, упал, гипс. Нет, ну, это как бы банальная вещь. А вот то, что у нас на выходные праздники, у нас очень много выходных, все люди поехали за город. Все встали дружно, в спорт же все, лыжи, все купили себе по сноборду, еще и по лыжам, и выстроились в очередь в бобровый лок на все эти горы, лыжные наши горки, стадионы, и понеслась. В принципе, это оборудование у всех хорошее, люди, в принципе, я уж, поверьте, не голодают. Вот, судя по посещаемости, а сталкиваются в основном друг с другом. Из-за такой большой популярности, из-за скучности народа, в основном люди жаловались на то, что врезались друг в друга. То есть сноубордист переехал лыжника, лыжник с палкой ткнул глаз там товарищу сноубордисту, как бы, и так далее. В конце они пожемились, нет, там какая-то романтическая история. Ну, где-нибудь они там в стационаре оказались кому-то, прикрутили что-нибудь не туда. Вот, ну, в конечном итоге в основном они друг друга повредили, или кто-то уходя от столкновения, врезался в столб там и так далее. И горки, классический вариант горки. Я когда-то работал в другом травпункте, там горка была построена прямо, ледянкой прямо в сторону травпункта. Человек катился, перекатывался прямо в канал вторых пунктов, мы уже просто ждали. Ну, а что там можно на горке, я не понимаю. Да, вот что именно бьют? Отбить попу? В ассортименте. А на горках, на больших горках катается на плюшках. В плюшках это очень достаточно тяжелая травма. Ну, тут уже да. Стационарно, да, соврать, то есть перелом позвоночника, перелом шеи и так далее. То есть для меня плюшка, ну, в каком-то мере это там, действительно для меня травматолога, да. Это, конечно, там, не могу сказать, что я не популяризирую такой активный образ жизни. Там спорт, но все-таки тяжесть травм на плюшках, ну, ты доминирует фактически над всеми остальными. Скорость, потому что высокая и управляемость низкая. Да, управляемость, неконтролируемость и куда там ты улетишь на этой плюшке с горки, там вообще непонятно. Особенно, если на горке стихийные какие-то. Ну, слава богу, с этим сейчас у нас в городе порядки более-менее. Но все равно в конечном итоге кто-то не успел встать, следующий прилетел. То есть никто же их не сортирует там, ну, в начале там. Следующий, следующий, в конце не дым-дым-дым-дым-дым, такую собрали кучу. Потом у меня мама разгребли детей, поврежденных достали, отвезли там. Ужасное месиво сейчас перед глазами. А если мы говорим про склоны горки, что там страдают? Руки-ноги или там та же шея, например? Шейный отдел позвоночника, сотрясения часто бывают, раны разбитые. Ну, благо сейчас все укутанные было, морозов сильно, в принципе, не было. Сильно там таких повреждений кожи не было. То есть раны, там разбитые головы. В основном это переломы. Переломы конечностей, запястили, коленостопы, коленные суставы, связки повреждали там. Сотрясения небольшие были, шейный отдел. Ну, вот мы посмеялись, что что-то можно на горке попу отбить. Но ведь копчик – это тоже часть, которая страдает. В ассортименте люди страдают. До сих пор приходят они. То есть сначала у них не болело, потом начинает какой-то нерв воспаляться или что-то там рядом окружающее. И они потом приходят. Вот мы там 29-го, 30-го. Вчера дежурил, там три копчика было, которые пострадали в праздничные дни. У которых вот сегодня появилось время. Дошло. А, появилось время. Б, не проходит. Не проходит, да. Дошло. То есть или там все дети уже вышли на работу, посидел, все разболелось-то. И он заявился там. Ну, я так правильно понимаю, что страдают не только дети. Мы обычно горки ассоциируем с детским населением. И, и. Бывает папа, а следующий ребенок заходит. Они говорят, ребенок, потом папа или мама. Вместе. Семейное, понимаешь. Время препровождения. Сначала на горке, потом в трампе. Ну, покатались вместе. Какие-то истории за эти каникулы или за предыдущие и вообще ваш богатый опыт медицинский запомнились вам отдельно? Где уж, ну, совсем, казалось бы, как ты умудрился это сделать? Ну, тут, знаете, как бы... Каждый раз только вопрос. Каждый раз. И, ну, не знаю, последний случай был. Ну, как? Да не то, чтобы случай. Человек приходит и говорит, ну, вылет завтра. Они на горке подскользнулись, сломали ногу. И мы ему говорим, ну, все, гипс. Пропало все. И у него самое главное. Мне завтра самолет в Доминикану. Как же у меня ножка-то в гипсе не загорелая будет? Это его больше всего беспокоило. То есть он повредил ногу, сломал, ему лететь нельзя. Но мы, слава богу, наложили ему хороший полимерный гипс. И у него больше всего там слез было на приеме. То, что как он вернется с Доминиканой, не загорелся. Это, конечно, не кажется, конечно. Ну, это серьезная... Это были настоящие скупые мужские слезы. Ну, возможно, человек всю жизнь копил на этот отпуск, понимаешь? А тут... А тут такое. Ну, мы ему помогли, он уже, слава богу, вернулся. Это были праздничные дни. Загорелы частично. Частично. Да, мы уже дети сняли, все хорошо. У меня тоже летом была ситуация, когда я на летнем отдыхе оказалась забинтованной ногой. Но что-то загар меня не беспокоило. Я расстроилась, что я так хотела в пляжный волейбол поиграть. Как я буду играть? В итоге я на следующий день, перебинтовав ногу потуже, пошла на хромой ноге играть в волейбол. Была хорошая, красивая тросточка. А, ну это тоже аксессуар. Да. Есть повод с тросточкой походить? Мы поговорили про все зимние активности, такие спортивные, но есть еще развлечения для тех, кто спортом не увлекается, но зиму любят петарды побросать, фейерверки запускать. Это же тоже травмоопасно. Нет, ну можно и не петарды пускать, можно, как сказать, второй вариант активного в кавычках отдыха, это когда люди к нам приходили, ну это сейчас, когда я работал в государственной медицине, мы тут отдыхали, ну то есть это второй вариант активного отдыха, дома не выходя никуда и ничего. То есть мы все эти бытовые травмы, порезы там, бутылки открывали, шампанское два пара с глаз пролетело, пробка классический такой, там, тиктоковский вариант, когда душ там куда-нибудь, что-то тоже такое посещали нас, красавцы там. Запуск пидарт, но с этим более-менее, слава богу, сейчас более-менее прилично, то есть огнестрельных таких вот, повреждений, ожогов было очень мало. То есть, в принципе, все эти достоинства, они более-менее качественные, более-менее приличные и особых таких ожоговых не было, они какие-то концентрируются в ожоговом центре, в краевой, но амбулаторной помощи у нас их было очень мало. Ну и в завершение какой-то совет, если он возможен в этой ситуации, хоть что-то может помочь, не попасть к вам на прием, а чисто в теории слушать все, что происходит. Что делать? Мы это ждем, конечно, нам советуют давать в убыток, поэтому нет, конечно, спасибо на этом и закончим. Нет, будьте осторожны, просто смотрите по сторонам, я от этого бережу, наобок бережет, от этого никуда не убедешься, не убедишься. Шлем. Средства защиты есть у всех, но бобровом лагу все одеты, экипированы, все равно ломается, поэтому будьте осторожны, будьте внимательны, смотрите себе под ноги, смотрите по сторонам, а не то, что вы так, не уткнувшись с телефон там куда-нибудь там. Да, это и была причина моей травмы на летнем отдыхе, не пишите сторис, когда идете по лестнице. Там за лыжи как-то, ну, красивая сторис, конечно. Да, красивая сторис должна быть с красивым завершением. Ну, последний кадр сторис про фунт. Да, и завершение, что сегодня перед общением в студии, я Владимира лично еще пытала по поводу своей ноги, которая спустя больше чем полгода все равно болит, но пройдет. Пускай у вас тоже все пройдет, и пускай в вашей жизни отдых активный никогда не заканчивается посещением травмпункта. Извините, желаю вам поменьше клиентов, чтобы побольше людей были здоровыми. Я терпеливо, я подожду. Хорошо. Хорошо.